Всем большой привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня 13 июля и я снимаю видео о том, как убрать в клетке у кролика. Такое видео мне выходило год назад. Я решила снять вторую часть. Надеюсь, что вам будет интересно. Поехали! Итак, для начала я убираю все ее здесь, причем дамы, палочку. Кстати, палочка акации, ее можно такое, пусть ее грызет, точит зубки. Убираю палилочку. Вот, не обещайте, бузька у меня в кадре будет бегать. Палилочку. Мельник, в принципе, можно не убирать, потому что бузьку ей все равно не будет. Как бы она не сидит, обязательно нужно убрать кормушечку, сольку. Все. И теперь можно уже расстегивать вот эти вот штучки, вот эти вот, чтобы снять вверх клетки. Снимаем и убираем его. Так, теперь содержимое, что здесь есть в клетке, то есть игрушки. Тоже надо обязательно брожить. Бузька, ходи там. Чудо маленькое. Теперь, то, что вот здесь вот весь наполнитель нужно убрать. Сейчас я это сделаю. Вам понадобится Такая вот лопаточка. Если нет лопаточки, в принципе, ничего страшного. Можно надеть пакет мусорный на уголок и просто сыпать. Но если есть лопаточка, будет лучше. Лопаточкой я сначала это все заливаю. Загребать сначала в одну сторону, чтобы можно было потом сразу не слиться, не слиться, не слиться. Мусор на покое. Теперь берем мусорный пакет и сгребаем весь наполнитель в пакетик. Пуся, проходи. Можно так вот надеть, чтобы мусор не рассыпался нигде. Пуся! Что за сюду? Ну, захотелось я клетку придумала, я бронюла. Теперь, в принципе, можно перечить какую-то все и просто так вот высыпать на уголок. Все. Клетка теперь у нас чистая. Теперь берем клетку и несем в ванную. В общем, мы пришли в ванну. Теперь вот то, что есть, мы сначала обмываем водой. Давайте у нас поставлю вот так. теперь нужно все это сначала катить водой. теперь у пузьки есть такая вот специальная мочалочка. А вот этой стороной я очищаю все какашки, которые там есть. Сейчас я это сделаю. Я всегда мою с мылом, чтобы продезинфицировать. мылим. И уже можно начинать мыть. Вот так вот. но в принципе несколько минут и поддон чистый теперь несём обратно и потеряем сухом сухим полотенцем вот наш поддон я его принесла теперь нужно протереть его сухим полотенцем у Вуськи есть её полотенце которое я всегда вытираю кормушку когда мою клетку чистую также хочу посоветовать обязательно мойте клетку смыслом потому что если мыть без мыла или вообще не мыть все опилки и просто не мыть сразу засыпать новый наполнитель то инфекция она как бы не убирается а так вся инфекция которая имеете когда ваш грызун писит в общем я вытерла клетку да так же я продолжу вот в общем получается если вы не моете клетку то все инфекции когда ваш грызун писит как это она как бы не убирается накапливается может может ваш грызун также заболеть если вы не будете чистить инфекцию поэтому я вам советую каждый раз когда вы убираете клетки клетки своего кролика чистили все опилки мусорку и обязательно помыли клетку смыла я вам это рекомендую как вот специалист уже как бы ну я всегда так делаю и к плохому еще это никогда не приводило поэтому главное чтобы если вы намылили мыло хорошенько смыть чтобы оно не осталось а буси у меня там всегда вот ну вот здесь вот он же что же поддон ночица и пусть вода у нас ледяная потому что сейчас по всему морю подносит у горячей воды вот греем в кастрюльках воду и моемся поэтому пусть по всегда от холодной ковричкой жарка у нее большая шерсть и нас там где вода вот эта холодность доложится и нравится поэтому не обращайте внимание если пусть к этому будет рядом где-то лежать в общем теперь приступаем к наполнителю у гусики наполнитель гранулированный и просто опилки меняется вот здесь вот в этом ведре здесь он видно в общем вот здесь вот у нее еще остались вот такие вот опилки просто древесные наполнители я их сейчас высыплю все и надо будет пусть уже покупать наполнитель уже вот 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 граммами вот здесь он хорошо видно просто этот наполнитель он хорошо спрессованный вот именно вот этот вот и он как бы впитывает запах вот и он не воняет как бы вода в общем-то делать свои дела а древесный наполнитель хорошо впитывает там мочу все такое я короче распределила все опилки посмотрите это чудо она просто развалилась возле клетки она вообще же с на спине лежала просто нам быстро переворачивается на животик в общем давайте приступим к наполнению клетки теперь в общем эту смесь я насыпаю как бы у гуси специально отвлеченное место также хочу вам заметить чтобы вы тоже смотрели куда брак должен уходит и например отличаю место где ее кормушка должна всегда стоять а где туалет то есть вот здесь вот бортики вот то есть он ровный он без трещин без всего здесь у меня всегда туалет вот здесь вот бортик он с трещиной где трещина там как бы наполните вот поэтому даже когда посмотрели наполнитель каждый раз потому что если например насыпаешь где кормушка туалет то а кормушку в другом месте кто ли должен быть то она будет какать возле кормушки и смотри вот вообще не где-то насыпаешь это не подсказал вот поэтому теперь я смотрю где трещина, у кого есть, то стоит кормушка, где нету трещины, у нее там наполнитель, вот, поэтому тоже какой-то как-то лайфхак такой небольшой, сейчас давайте наполним клетку вашего грузина, здесь больше таких уже опилок, чем древесных, точнее больше опилок, чем уже грузиатами, гуся, в грязи обои, вот, я ей насыпаю буквально вот три черпачка у таких, вот, три совочка, потому что, ну, грубо говоря, сейчас лето, вашему грузу, у вас будет жарко, поэтому полностью всю клетку не нужно наполнять, не нужно заваливать наполнителем, а вот только что хватило на туалет, описать, покапать, вот, все, вот, где-то вот до середины клеточки, даже меньше у меня занимает наполнитель, помните, чтобы она сходила в туалет, здесь у меня где-то два слоя, вот, здесь он видно, сейчас давайте я вам поближе покажу, там не видно, вот, я вот так вот насыпаю, потому что, если насыпать вот полностью на всю клетку, на всю клетку я давно не насыпаю, потому что, когда буси бегает, на эти все опилки просто разбрасывать в квартире, таким образом, что она в клетке сидит, и она просто, когда прыгает, она лапами разбрасывает все наполнители за решетку, и получается очень грязно, бучка бегает рядом, вот, молодец, хозяюшка моя, молодец, сюда маленькая, поэтому я всего лишь вот меньше половины наполняю, потому что лето, когда зима, я наполняю где-то вот так вот половину, вот, в принципе, ей на лето такого хватает, летом именно в летний период, потому что, как бы, если много наполнять, как я уже сказала, во-первых, будет жарко, во-вторых, будем все разбрасывать за борты клетки. Так, я вас немножко поближе подвинула, теперь давайте приступим к наполнению клетки игрушками, общим кормом, куда что ставить. Я, во-первых, ложу буси сразу игрушки, так вот, игрушки ложу буси, там с ними играется, потом ставлю просто на место, где должна быть кормушка, ставлю кормушку, так вот, затем еще ближе поставлю. Вот так вот, я вам потом обязательно покажу поближе. Потом также вот у бусики вот такая вот у нее штучка сена, также я буду сейчас наполнять сеном. Вчера я сходила, купила бусики сенка, сейчас я вам покажу. Купила буси сена вот такое вот, маленькое, экологически чистый продукт. Вот, сено луговое, стоило на 15 гривен. Я просто в большом, огромном пакете смешиваю это сено и также купила бусики любимый клевер. У меня там пакетик внизу открытый, потому что сегодня бусики давала, она сидит, точит на полу его. Сейчас я вам, наверное, покажу. Смотрите, сидит, точит его. Плохо видно, просто здесь тень падает, вот. Так. Вот в таком большем пакете я все сено, в общем, я сейчас положу в бусики. Так вот, все смешаю полностью, то есть и вот это сено. Здесь еще немножко осталось, но совсем мало, поэтому я купила еще. Просто все обваливаю. Сено. Здесь вот так. В общем, у бусики теперь целый мешок сена. Вот, в общем, сейчас буду насыпать сенью ее, эту штучку. И еще мне по интернету вам в этом же видео покажу, какие есть еще другие такие штучки. То есть не вот такими вот, не круглыми. Так, вот, в общем, я наполнила бусики на шарик. Теперь, сейчас буду брать верх клетки и цеплять. Мышка, ходи. Так. Цепляю здесь вот есть вот такие вот дырочки в поддоне, куда нужно вставлять решетку, чтобы она не соскакивала. Вот, теперь буду заправлять кормушку вот в эти прутья. Примерно так я это делаю. То есть вот у меня решетка. Большие я сюда, большую, и сюда. Так. Так, и все. И бусики уже никак не вытащат отсюда. Цепляю сразу сольку. Вот. В корме вот вставляются вот такие вот. Это клевер. То есть засушенные вот эти вот зубончики. В общем, сейчас я вам покажу, как нацепляют. То есть узкие. Класс. У бусики вот эта вот штучка, она как бы запаяна, поэтому я цепляю ее вот так вот и завязываю. Сюда на краешек. Можно также посрединке где-то подвесить этот шарик, но я цепляю краешку, чтобы ей было удобно. Завязываю, в принципе, вот так вот и все. Спокойненько все и хорошо. Теперь застегиваю эти края. Цепляю паилочку. В паилку я налью воды, потом прицеплю. Ну, вот и все. Вот так вот выглядит клетка готовая уже. Я у бусики прибрала. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Я вас не сильно утомила, потому что это видео длится уже почти 20 минут. 17.41. Поэтому я надеюсь, что оно вам понравилось. Вы поставите лайки. Подпишитесь на мой канал. Напишите свои замечательные комментарии внизу. Вот. Поэтому надеюсь, что оно вам понравилось. Это видео. Я вас не сильно утомила. Просто хотелось все больше рассказать. Поэтому снимала так долго. Ну, надеюсь, что вам оно понравилось. Вселенную встречу. Увидимся очень скоро в следующих видео.